Всем привет, это FreeStudio21.com и по многочисленным просьбам начинаем учиться писать официальные письма. Официальное письмо, в данном случае это Job Application Letter. Я специально нашла образец, дабы не быть голословной, дабы вы не думали, что я из головы что-то придумала, сама придумала, сама поверила. Значит, это образец, это не значит, что это икона, как говорится, это не есть истина в последней инстанции, но это образец из учебника, если я не ошибаюсь, это Solutions Intermediate, вроде бы. Значит, письмо обращения о приеме на работу, то есть я нашла объявление, я прочла и хочу попробовать себя, вот значит, пойти на собеседование и пусть меня возьмут на работу там кем-то. Итак, значит, в отличие от неформального письма, значит, формальное, официальное письмо имеет строгий канон написания, друзья мои, особенно в английском языке это следует помнить. Значит, во-первых, вот это дело, вот это здесь, это мой адрес, my address, то есть это мой адрес, с какого я отсылаю этот конверт. Дальше. Вот это вот, вот эта штуковина, это у нас адресат, куда я посылаю, это куда, это откуда. Естественно, в письме обязательно проставляется дата. В принципе, если вы пишете электронное письмо, дата у вас в любом случае проставится, как бы это естественно, но, тем не менее, ставьте ее, все равно ее ставьте. Да, это нудно, да, это не, но ставьте ее, обратите внимание на формат даты, у вас нет порядкового числа здесь. Его не надо ставить, в принципе, ну, можно, в старых письмах это делали, нынче это не делают. Я, например, никогда не ставлю, чтобы не морочить голову людям. Ставим цифру, ставим месяц и ставим год. То есть здесь у нас день, здесь у нас months, так, я сейчас решу, собственно, на каком языке я пишу. Значит, тут у нас будет date, здесь у нас months, day, правильно было бы, а здесь у нас year. Далее. Значит, далее у нас обращение. На обращение особое внимание. Dear sir or madam. В современном английском языке, в современном деловодстве. Это самое-самое универсальное обращение. Вы не пишете в посольство, вы не пишете президенту, вы не пишете там, я не знаю, еще кому-то, вы не пишете лорд-мэру какому-нибудь, вы пишете в компанию, фирму, и поэтому ваше письмо должно быть по возможности, как бы это сказать, ну, бесполым, что ли. Вы не знаете, кто будет его читать, то ли тетя, то ли дядя, поэтому вы ставите вот такое обращение. Обратите внимание, что sir и madam с большой буквы. Это важно. Запятых не ставить, не надо их ставить. В принципе, если вы поставите, это не проблема, но не ставьте, не морочьте себе голову, вы себя больше запутаете, чем людей. Значит, на что еще обратить внимание? В старых письмах, если кто видел раньше, очень было популярное обращение вот такое, dear sirs, dear sirs, это было где-то в 90-е, так было принято, лично писала так, но dear sirs на сегодняшний день как-то не очень принято, потому что получается, что я, что мое письмо может читать только мужчина, женщина уже не может. Это неправильно, поэтому на сегодняшний день вот это вот наиболее приемлемый вариант. Ставьте его. Значит, исключение из этого правила считается, если вы пишете письмо конкретному человеку, то есть, если вы обращаетесь не просто там в отдел продаж какой-нибудь, а вы обращаетесь к конкретному менеджеру по продажам, тогда у вас, во-первых, здесь будет обязательно писаться его the manager, название компании, обязательно будет его name писаться. То есть, мистер там, мистер там, Samuel Smith какой-то там, я не знаю, еще там чего-то, ну Samuel, например, не пишется, Smith, или доктор там какой-то, или профессор там какой-то, или что-то там еще. И поэтому, когда у вас будет указано это имя, вы пишете именное письмо на имя человека, тогда у вас другой случай, тогда у вас dear мистер или миссис, ну, смотря кому-то, dear мистер Smith. Это когда вы пишете на имя конкретного человека. Это другой вопрос. Здесь обсуждается самый простой вариант, я, наверное, сделаю несколько писем, несколько вариантов, чтобы показать, да, есть разные случаи, отдельный случай, это когда у человека там какие-нибудь дворянские звания, или там еще чего-то, это вообще отдельная тема, но как бы то ни было, вот в данном случае, если вы пишете на работу, ваш универсальный вариант, вот этот, dear sir or madam, напишите так, не ошибетесь. Едем дальше. Значит, дальше у вас должно быть вступление, в любом письме есть вступление, значит, что еще, я немножко сделаю отступление, что еще характерно для деловой лексики, для формал, формал, формал ледер, формал ледер, это не только для формал ледер, это вообще для бизнес-инглиш характерно, значит, это в первую очередь высокий стиль, ну, высокий, относительно высокий, это грамматика, друзья мои, это грамматика, вылезут все знания, passive voice у вас обязательно будет, это куда вы денетесь, passive voice у вас будет, у вас будет second conditional обязательно, условия второго типа, если вы этого не знаете, ну, мне вас искренне жаль, тогда вам будет очень тяжело, model webs обязательно будет, чего-то там, shoot какой-нибудь там, или там, не знаю, can, или could, или would, или там бог еще знает что, далее, что у вас еще будет, ну, в принципе, значит, сложные предложения, clauses, у вас тоже там, noun clauses, adjective clauses, там еще чего-нибудь такое, это все у вас будет присутствовать, и если вы не владеете этими темами, мне вас искренне жаль, я уже не говорю о том, что согласование времен должно быть на уровне, ну, и все такое, это уже как бы само собой разумеется, поэтому, формальный стиль, поэтому обычно всегда уже, это как бы считается высший пилотаж, потому что здесь, собственно, для этого учат грамматику, ну, а теперь, наконец-то, смотрим вступление, а то мы никогда не начнем, значит, я пишу обратиться за работой помощника на кухне, в ресторане Ленни, которое, объявление о которой, в этой вакансии, было в воскресной газете, в последней воскресной газете, значит, на что здесь обращаем внимание, во-первых, здесь у нас, значит, я пишу, обратите внимание, это present continuous, дальше to apply for, обратиться за, а дальше у вас название, ну, вот это the post, здесь можно было job поставить, в принципе, и дальше вот название job, поста, на который вы, собственно, претендуете, значит, здесь еще могло быть слово vacancy, vacancy, в принципе, может быть, ну, это уже дело такое, дальше, дальше у вас, обратите внимание на предлог at, это в, и дальше у вас название организации, в которой вы хотите работать, здесь организация будет, в данном случае это ресторан, далее, далее, здесь у нас, кстати, сложное предложение, человек ставит настоящее время, дальше по согласованию времен, у него может ставить все, что угодно, поэтому дальше, которая, которая, в смысле, вот это вакансия, или работа, которая была в объявлении, если дословно была объявлена, вот вам passive voice, пожалуйста, вот так он будет выглядеть, а дальше у вас, где именно вы вычитали это объявление, значит, это действительно важно, вступительная часть, в деловом письме, может быть, несколькими способами, но во вступительной части вы излагаете, по сути, предлог вашего письма, предмет вашего письма, вы должны уложиться в одно-два предложения, в первом абзаце, то есть, если это ответ на письмо, вы пишете, что я пишу в ответ на ваше письмо, от числа такого-то там, и так далее, и так далее, если вы пишете, как в этом случае, значит, вы должны указать предлог, что вы, с какой стати это вы пишете, значит, я пишу, как бы, в ответ на объявление, как бы так вот, как мой response for advertisement, это ваше вступление, это обязательно, если вы, кстати, было бы желательно еще указать число, и название газеты, в какой он газете это вычитал, и от какого числа, это важно, здесь он не указывает, но ладно, это уже его проблемы, далее, Итак, второй абзац, ну, здесь она, это она, кстати, Сандра Блант, значит, она здесь рассказывает о своем опыте работы, ну, в принципе, можно так поступить, почему бы и нет, я бы, ну да, пожалуй, да, пожалуй, это разумно, значит, I have considerable experience, у меня большой опыт, вот это очень, это прекрасная фраза, и гениально просто, у меня, у меня большой опыт работы, большой опыт, кстати, деловой стиль, это всегда умные, красивые, длинные слова, но, друзья мои, что вам сказать, еще раз я вам сочувствую, потому что, обычно, длинные слова люди не любят учить, зачем употреблять слово experience, если можно сказать, I worked a lot, я много работал, да, можно сказать, worked a lot, но это не будет формальный стиль, значит, у меня большой опыт работы, поэтому коллекционируйте умные слова, и с синонимами желательно, работы в, дальше у нас предлог в, как ни странно, in совпадает, и дальше у вас сфера деятельности стоит, catering, сфера обслуживания, значит, ну, вам не обязательно сферу обслуживания писать, вы можете написать, все, что хотите, я могу написать, in, там, in teamwork, допустим, у меня большой опыт работы в команде, если вы там, я не знаю, господи, в баскетбольную команду хотите устроиться, и так далее, и тому подобное, это уже частный случай, дальше, обязательно, если вы уже написали такое, дальше вы должны подтвердить, что этот опыт у вас есть, значит, здесь она в двух словах пишет, что она делала, ну, last summer, это немножко по-школярски написано, обычно люди пишут так, с, такой-то, такого-то числа, там, in 2007, там, там, I, worked, там, в 2007 году я работал, as, sorry, as, and, там, не знаю там кто, as a driver, a driver, и что-то там дальше, я работал водителем, или работала водителем, там-то и там-то, значит, ну, 6 недель рабочий опыт, это, ну, не солидно, ну, хотя и это, слава богу, если есть, но, вообще говоря, вы можете писать вкратце, не советую вам очень сильно это все рассусоливать, почему, потому что к job application обычно предлагается всегда CV, автобиография, и там вы укажете точно дату, месяц там, где именно, адрес там и все такое, здесь вы в общих чертах, вы сказали, вы имеете опыт работы, вы сказали, что в таком-то году, или там, два года назад, ну, лучше в таком-то году, мой вам совет, так проще, я работал там-то и там-то, тем-то и тем-то, значит, дальше, my responsibilities there included, бесподобная тоже фраза, в мои обязанности входила, обязанности, мои обязанности, responsibilities, обязанности, входила, и дальше у вас начинаются инговые формы, это не continuous, это инговая форма, вот вам тоже грамматика, это безличные формы глагола, значит, принимать заказы, обслуживать клиентов, as well as, вот еще классная вещь, точно, так же как, и продолжение, вот оно, вот оно, в принципе, можно было сказать так, I used to take, или там, I took orders, served customers, но это, опять же, это не будет формальный стиль, едем дальше, третий абзац, третий абзац, она сразу с места в карьер, переходит к своей характеристике, но с характеристикой нужно быть аккуратным, ее надо писать как можно более лаконично, это одно-два предложения, вот в этом смысле она правильно сделала, I consider myself to be reliable, hardworking, and enthusiastic, я считаю, что я человек надежный, работящий, и полна энтузиазма, нет проблем, нормально, значит, дальше, очень интересная фраза, if necessary, I can supply references from cafe owner, and from teacher as my school, но поскольку пишет девочка-подросток, ничего в этом странного нет, если необходимо, могу предоставить рекомендации, или характеристики, от владельца кафе, и от учителя в моей школе, но насчет учителя в школе, это конечно круто, если мы взрослые люди, нам не нужна рекомендация такая, значит, но если у вас все-таки есть рекомендации, желательно, чтобы они у вас были, то вы припишите их вот здесь, вот здесь она написала, I'm enclosing my CV, и здесь можно было написать, and reference, references, допустим, references from, там, my former, допустим, my former employer, employer, я прилагаю свою автобиографию, и характеристики, или рекомендации, тут можно recommendations было написать, от моего бывшего работодателя, как вариант, это вполне нормально, и тогда можно это не писать все, вот это все дело, вот это все у вас пойдет в конец, я настоятельно советую вам написать это в конце, но уж не говоря о том, что рекомендации от учителя как-то лучше не писать. Далее, далее последний абзац, у нас, значит, завуалированные вопросы, как бы так, значит, если я устраиваюсь на работу, что меня может интересовать? Меня интересует working hours, естественно, рабочий день какой, допустим, они ничего не сказали об этом на сайте или в объявлении, меня, естественно, интересует salary, моя зарплата, сколько я там буду получать, меня интересует, что еще может интересовать, teamwork, я буду работать в коллективе или одна, значит, вот это меня будет интересовать, ну что, ну, пожалуй, все, наверное, пожалуй, это самое важное. Итак, значит, это все надо как-то спросить, но поскольку прямо в лоб спрашивать не очень красиво, то начинаются, изыски, начинаются выкручивания, значит, это может быть, например, так, I would be glad if you informed me about my salary amount. я была бы рада, если бы вы меня проинформировали о размере моей зарплаты, вот, вот так вот издалека я подхожу к важному предмету и знака вопроса я, естественно, не ставлю, но, дабы мне так сказать, мне нужно владеть темой conditional to, значит, это классическое предложение с условным наклонением второго типа, ну, что я могу сказать, ну, так вот, так оно есть, такова жизнь, или, например, такое, можно другой вариант, I have, I have some queries, queries, или questions, в принципе, questions тоже можно сказать, questions about, about, или considering, лучше considering, это красивее, considering my future, future, job, ну, что здесь, я имею некоторые вопросы касательно моей будущей работы, но здесь, друзья мои, надо тоже быть аккуратными, нужно смотреть на ситуацию, если вы знаете, что вас берут на работу, как бы вы, ну, почти уверены, что вас возьмут, вы можете вот таким образом написать, если вы еще не знаете ничего, и дай бог, что вы взяли, ну, тогда, наверное, лучше не задавать лишних вопросов, дай бог, что вы взяли, уже не важно даже какая зарплата, поэтому, включайте здравый смысл, отталкивайтесь от того, что вам, собственно, нужно, опять же, что касается working hours, это тоже, I would be glad if you informed me about my working hours, там, или же вы можете вообще зайти издалека, значит, I am available to start to start work to start, можно без work даже, и так понятно, anytime, там, условно говоря, anytime, могу начать в любое время работать, значит, можно так, could you could you inform me, можно даже could you please сказать, это вообще верх вежливости, inform me, inform me about my working hours, вот, вот таким образом, то есть, деловой стиль, по сути, тот случай, когда слова одни скрывают слова другие, ну, что сказать, на то он и деловой стиль, на то это официоз, здесь надо уметь выразить свои мысли так, чтобы это было красиво, чтобы это, как бы явно не было понятно, что я хочу, и с другой стороны, чтобы собеседник сразу понял, что я хочу, ну, working hours, допустим, вот, что-то в этом духе, кстати, здесь можно знак вопроса ставить, вот таким образом, значит, это все пойдет в ваш последний абзац, ваши вопросы, queries, queries, вопросы, кроме того, значит, она пишет тоже хорошую фразу, I would be very grateful for the opportunity to visit the restaurant and discuss my application with you in person. Замечательная вещь, если вы знаете, что вы должны будете проходить собеседование или просто прийти туда, напишите, это будет прекрасно, была бы, была бы благодарна за возможность посетить ваш ресторан и обсудить мое письмо с вами лично. Отличная вещь, замечательная фраза. И дальше она продолжает, I'm available for an interview any day after school. Ну, это такое дело. Я готова прийти на собеседование в любой день, ну, и там, в общем, ну, after school, это уже дело такое. Значит, дальше. If my application is successful, I will be available to start work. И так далее, и так далее. Если мое заявление будет принято, я готова начать работать с 25 июля, сразу после экзаменов. Значит, в принципе, это тоже нормальное завершение, почему бы и нет, можно и так закончить. Я бы закончила немножко иначе, и, допустим, я хочу, ну, я так настаиваю очень сильно, что я бы, я бы, меня взял, возьмите меня, пожалуйста, вот как бы так. I hope you will consider my application, допустим, я могу такую фразу вернуть, I hope you will consider, вы примите во внимание, или вы согласитесь на мое письмо, на мою заяву, точнее, на мое заявление, my application, вот что-то в этом роде. Application, как-то так. Можно таким образом, значит, закончить. В любом случае, после всего этого, вы должны обязательно, поскольку письмо голое не посылается, вы посылаете свою автобиографию, обязательно, I'm in closing, я прилагаю, прилагаю, мою автобиографию и рекомендации. Вы можете написать мою автобиографию со всеми подробностями моего рабочего опыта. My CV with all details of my working experience, experience, скажем. Вот таким образом может у вас быть. Experience. И можно еще, если вы человек уже взрослый, если уже, как говорится, за плечами не только школа, но еще чего-нибудь, там где-то еще учился, то можно сказать I'm in closing my CV with, допустим, full details of my education and my working experience. Ну, что-то в этом духе. И, естественно, заключающая фраза I look forward to hearing from you soon. С нетерпением ожидаю вашего ответа. Это обязательно ставится, это must, must do. Просто надо и все. Ставьте, это надо. Далее. Yours faithfully. Можно так. Yours sincerely. Как вариант. Можно и так. Дальше ваша подпись. Обязательно. Ваша подпись должна стоять. И дальше ваш full name. Обязательно полное имя. Не забывайте, что сначала ставится имя, потом фамилия. Не наоборот. В нашей традиции иногда мы еще со школы привыкли, что сначала фамилия, потом имя ставится. И люди потом думают, боже мой, а как же его звать, собственно говоря. Поэтому сначала имя, потом фамилия. Не перепутайте ничего. Отчество не пишется. Не надо. Не пишите, не морочите людям голову. Значит, вот примерно оно такое. Это письмо. Значит, я, это первая часть, во второй части, я обязательно наваяю письмо как бы от своего имени. Вроде как я устраиваюсь там на работу куда-то там, не знаю, фирму IBM. Вот. И все такое. И посмотрим, что из этого получится, как оно будет выглядеть. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!